Пятый класс, 18 серия. Признак делимости на 7, 11, 13. Это обобщенный признак делимости. Этот признак позволяет определить сразу, делится ли число на 7, 11, 13. Произведение этих чисел – 1001. Давайте проверим сначала первое число. Делится ли оно на 7, 11, 13. Разбиваем на тройки, начиная с наименьшего разряда. 470, а здесь 50. Из большего вычесть меньшее – 420. Число 420 делится на 7, а на 11 и 13 не делится. Значит, и вот это число на 7 делится, а на 11 и 13 нет. Второе число тоже разбиваем на тройки. Первая тройка, вторая, и здесь будет всего одна цифра, число 7. Складываем стоящие на нечетных местах. Получается 7, а стоящие на четных местах здесь одно число – 124. Из большего вычесть меньшее, значение разности – 117. Число 117 делится на 13. Это 9 раз по 13. А вот на 11 и на 7 не делится. Значит, вот это многозначное число делится на 13. На 7 и на 11 нет. Первая задача. Какую последнюю цифру надо приписать к числу, чтобы число делилось на 7? Давайте запишем это число и разобьем на тройки. Последнюю цифру мы обозначим за х. Так, первая тройка, вторая. Ну, здесь всего две цифры. Теперь складываем стоящие на нечетных местах. Это 40 плюс х. Да еще 10. Значит, будет 50 плюс х. А на четных местах одно число – 203. Теперь нужно из большего вычесть меньшее, найти разность. Так получится 153 минус х. Значение вот этой разности должно делиться на 7. Число 153 при делении на 7 дает остаток 6. Значит, если х принимает значение 6, 6 минус 6, как раз получится число, делящееся на 7. Итак, надо приписать цифру 6 в конце числа. Вторая задача. Найдите площадь прямоугольника, если его длина на 3 см больше ширины, а половина периметра – 13. Итак, давайте обозначим ширину за х см. Длина на 3 больше х плюс 3. Известна половина периметра. Это значит одна ширина и одна длина. И в сумме получается 13. Значит, нужно найти значение х. 2 раза по х плюс 3 – это 13. Значит, 2х – это 10. Х равен 5. Это ширина. Площадь прямоугольника – это произведение. Ширины и длины. Значит, если ширина 5, длина х плюс 3 – 8, значит, площадь будет равна 40 квадратным сантиметрам. Ответ – 40 квадратных сантиметров. И третья задача. 2 персика, 3 груши и яблоко вместе весят 480. Персик и 2 яблока – 210. Сколько весит персик, груша и яблоко вместе? Вес персика давайте обозначим за х. Ну, х граммов весит 1 персик. Значит, 2 персика – 2 раза по х. Вес груши за у – это 3 груши. А вес яблока за з. Вот мы используем латинские буквы – х, у, з. Здесь получается 480. Так, если же мы возьмем 1 персик и 2 яблока – это 210. Вопрос задачи. Сколько весит 1 персик, 1 груша и 1 яблоко? То есть вот нужно найти значение этой суммы. Теперь надо внимательно посмотреть на выражение, стоящее слева от знака равенства. 2 персика, да ещё 1. 3 раза по х. Здесь 3 груши. 1 яблоко и ещё 2. 3 яблока. Посмотрите, пожалуйста. 3 персика, 3 груши и 3 яблока. В сумме получится, если мы сложим вот эти числа, 690. Значит, утроенный вес 690. Значит, 1 персик, 1 груша и 1 яблоко. 690 надо разделить на 3. Значит, ответ 230. 230 граммов весит 1 персик, 1 груша и 1 яблоко. Субтитры сделал DimaTorzok